Путь развития склонг-систем полон взлетов и падений. Многие компании старались выпустить свою версию этой системы, но массовой популярности этот формат так и не приобрел. И вот наступает вторая волна, второе пришествие этих девайсов на рынок вейпинга. И сегодня мы смотрим на бюджетный вариант от компании SteelVape Phoenix BF Mod Kit. Кит-набор включает в себя как бокс-мод, так и атомайзер. Ремкомплект, инструкция и хлопок — все это внутри. Из интересного есть винт, которым можно закрыть отверстие в пине дрипки и использовать ее на обычных модах, а также дополнительный цилиндр обдува, который держится на двух орингах в колодце базы. Как вообще работает система Bottom Feeder? У нас есть пин, в центре которого есть отверстие, как и в коннекторе бокс-мода. Снизу к нему прикрепляется флакон с жидкостью, и при нажатии на него жидкость поступает через канал в атомайзер. Основная фишка этой системы в том, что при нажатии на флакон жидкость поступает в колодец, а когда вы отпускаете флакон, то он забирает в себя излишки жидкости обратно. Отмечу сразу, что качество изготовления этого девайса на хорошем уровне. Фаски сняты, гравировки аккуратные, покрытие отлично держится. Внешне все достойно. Но ведь не этим должен хвастаться Феникс. Он проигрывает именно в мелочах, которые уже давно пора бы не допускать еще на этапе разработки девайса. Нерегулируемый коннектор в 2017 году. Серьезно? С комплектной дрипкой да, все работает. Но если вы надумаете накрутить атомайзер с длинным пином, то, увы, будет щель. И даже регулировка коннектора тут вам не поможет. Боксмод работает от аккумуляторов 2700 или 18650 при использовании переходника. И минус тут в том, что аккумулятор еле держится на месте. И если снять крышку и просто перевернуть боксмод, то аккумулятор попросту вывалится. Из-за этого также присутствуют проблемы с производительностью и периодические миссфайеры. Флакон силиконовый на 7,5 мл, чего хватает почти на день при умеренном парении. Но вот дозаправить его крайне неудобно. Стальная крышка на резьбе туговато сидит. И чтобы ее открутить, надо ухватиться за сам флакон, что неизбежно повлечет за собой побег содержимого из этого флакона. Сам контакт. Латунная пластина касается при нажатии кнопки плоскости шестигранного винта. Вроде бы все должно быть хорошо. Но! Быстрое скопление КЗ и неполный контакт быстро выводит устройство из рабочего в полурабочее состояние. Исправляется это чисткой двух контактных плоскостей чуть ли не раз или два раза в день, что быстро надоедает. Про комплектный атомайзер много говорить не имеет смысла. Он тут скорее для галочки и ничем новым не выделяется. База под одну спираль и нижний обдув, наподобие аэронаута РДА. Обдув регулируется и при необходимости можно заменить цилиндр свободного обдува на обдув точечный с двумя отверстиями. Минус у атомайзера в его слабой вкусопередаче и в нижнем обдуве, который подтекает при использовании склонка вслепую. Что мы получаем почти за полсотни президентов? Дешевую вариацию склонг-набора из боксмода и атомайзера на побаловаться и не более. Куча мелких недочетов портит все впечатление от устройства, несмотря на его внешний вид и грамотную сборку. Разумное ли это вложение для вас или стоит поднакопить денег и взять тот же боксер с ботом-фидером, решать вам. А на этом все. Мы благодарим SteelVape за предоставленное устройство. Чтобы ты не пропустил следующий ролик, обязательно нажми на флакончик и поставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. И подпишись на наш канал, ведь у нас очень часто выходят обзоры на всякие годные девайсы.